Буквально на днях Украина заявила о своем намерении войти в Тюркский союз. Вороборот между тюркскими странами, я бы его назвала просто ничтожным. Я часто читаю такие комментарии, что вы что хотите, чтобы вместо Путина нам с нами теперь управлял Эрдоган. Все считают, что пантюркизм это вот с Турцией во главе некий геополитический союз. И вы знаете, если бы Казахстан был более амбициозный и более смелый, я думаю, что как раз Казахстан мог бы играть свою, скажем, роль буфера. Нам нужна какая-то цивилизационная концепция, на базе которого мы могли бы объединиться. Добрый день, с вами Дергачев Инсайт с рубрикой «Обзор». И сегодня мы беседуем с Карлогаш Еженовой. Проект «Эксклюзив». Карлогаш, вот вы директор и главный редактор, правильно, «Эксклюзив КЗ»? То есть вы совмещаете, скажем, в себе функции администратора и творца. А ваш проект некоторые называют рупором сторонников пантюркистских идей в Казахстане. Ну и программная статья февраль 2021 года так называлась «Тюрки всех стран, соединяйтесь». Если позволите, короткую цитату. А вот уже 30 лет мы блуждаем в поиске ответа на вопросы, кто мы, куда идем. А между тем, все мы часть огромного тюркского мира. Туран – огромного пространства, выходящего далеко за пределы Евразии, населенного более чем четвертью миллиарда людей. Вот насколько уютно или неуютно ощущать себя представителем или идеологом пантюркизма в Казахстане? Вы знаете, я не могу себя назвать идеологом пантюркизма, потому что в самом теме пантюркизма… Ну, на самом деле, вот цитаты из вашей статьи говорят, что вы прямо на знамя его поднимаете. Дело в том, что я, может быть, один из немногих поклонников этой идеи, потому что она… Эта идея, знаете, она очень такая, она романтическая. И на самом деле это не только моя точка зрения. И мы даже по просмотрам видим, когда мы пишем о тюркском союзе, мы видим, что аудитории эта идея очень нравится. И на самом деле она… Ей уже как минимум сто лет, как минимум. Да. И она очень хорошо проработана и идеологически, и с точки зрения каких-то фундаментальных исследований. Другое дело, что нет какой-то более или менее такого эффекта синергии, потому что у нас общество интегрируется по-своему, поэтому государства считают, что у них есть монополия на интеграцию, хотя на самом деле я думаю, что это тот случай, когда нужна как раз такая, знаете, народная дипломатия, то, что называется народная дипломатия. Еще раз повторюсь, эта идея уже как минимум век, и то, что она, несмотря ни на что, продолжает существовать, как сказали бы мои российские коллеги, в воспаленном воображении азиатов и, в частности, тюрков, это говорит о том, что на самом деле она имеет под собой достаточно хорошие философские, исторические, культурные, географические и даже экономические корни. Я не буду вам рассказывать про то, что это еще со времена Лошарды этот концепт рассматривался, и, пожалуй, именно лошардинцы были, как никто, наиболее близки к... Но можно же вспомнить, можно же вспомнить и, например, Крым и крымско-татарских идеологов, среди которых, собственно, пантюркизм и возник. Вот именно, совершенно верно. Это замечательно, что вы сказали эту ремарку, потому что, когда сейчас говорят, что это воспаленное воображение тюрков, то это на самом деле воспаленное воображение именно России, тюрков, которые проживали на российской территории. И, может быть, вы слышали, вот буквально на днях Украина заявила о своем намерении войти в Тюркский союз пока в качестве наблюдателя. Я, честно говоря, даже не знаю, почему эта новость так мало обсуждается у нас. Но на самом деле это, я считаю, что со стороны Украины это очень интересный и очень креативный шаг. И они все время подчеркивают тот фактор, что они считают крымских татар исконными жителями Украины, Крыма. И, исходя из этого, приняли соответствующие законы и так далее, чем, опять же, очень сильно разозлили Кремль. Ну, это, знаете, это на самом деле очень интересная тема. И, возвращаясь к вашему вопросу, я хочу сказать, что она становится, переживает такой некий ренессанс. Понятно, что у нее есть определенные геополитические ограничения, экономические ограничения, в первую очередь. Но ее привлекательность становится все больше, все более высокой. И даже в том числе в России самой. Я вам больше скажу, что если бы Россия подключилась бы к этой концепции, потому что на территории России, в конце концов, тоже живет достаточно много тюрков, то я думаю, что это очень сильно бы изменило ее образ. И в российских кругах, в российских элитах на самом деле эта концепция тоже достаточно активно обсуждается. Другое дело, что, ну, все-таки до сих пор превалирует официальная доктрина, это собирание земель русских и так далее. Но я боюсь, что и объективные, и субъективные обстоятельства все больше ставят эту концепцию на утрату. Ну, а Россия России. А вот в Казахстане ведь эта тема вспыхнула прежде всего, ну, в очередной раз, скажем так, ренессанс этой темы возник после 2012 года, когда произошел визит президента Назарбаева в Стамбул и когда было объявлено о вот так называемом Тюркском союзе. Причем потом, это буквально в течение нескольких дней, заявление было дезавуировано, но, тем не менее, обсуждение получило очень яркое. И это одно. Второе, ведь в 2009 году был экономический совет сотрудничества тюркских государств, был образован. Вот, и оказалось, что экономика-то под этой идеей, какая бы она там ни была воспаленная, экономика под этой идеей очень и очень серьезная. Как раз с экономикой не так все, мне кажется, однозначно. Я сейчас не помню абсолютных цифр, но товарооборот между тюркскими странами, он какой-то, я бы его назвала просто ничтожным. И я считаю, что это происходит именно в силу того, что всегда есть некое противостояние сознательное и бессознательное тому вот этой тюркской интеграции. Последние события, которые вы тоже видите, они еще тоже очень хорошо это показывают. Когда началась очень большая информационная атака по поводу прав русскоязычных в Казахстане, я долго не могла понять, почему, с чем это связано, потому что, ну что они вдруг проснулись опять. Все уже вроде бы, все шашки сыграны, я не знаю, все уже там ходами и ходиками обменялись. И тут вдруг они опять сбеленились. И тут я читаю, что, оказывается, осенью собираются создавать тюркский совет. И тут я понимаю, с чем это связано. Почему вдруг Россия вспомнила о том, что мы ее ведущие торгово-экономические партнеры и все, и всякое такое. Вот, поэтому на самом деле с экономикой все как раз очень скромно. Но потенциал же, потенциал же совсем не скромный. Потенциал огромный. Потенциал огромный. Более того, вы знаете, это тот момент, когда такая цивилизационная концепция очень хорошо поддерживает торгово-экономическое партнерство. Потому что, вы знаете, мы ведь сравнительно мало были в Российской империи. Ну что там, подумаешь, чуть больше ста лет в составе. А вот какая-то генетическая память осталась. И вообще в целом такие культурно-исторические связи, они же ведь более живучие. Их даже и за сто лет достаточно трудно уничтожить. Поэтому идея популярна. Более того, я вам скажу, что когда мы разговорим с предпринимателями наших тюркских стран, и когда мы говорим о том, что необходимо бизнесу более тесно кооперироваться, вы себе не представляете, какое воодушевление и вдохновение это вызывает. Потому что бизнесу тоже нужна большая цель и большая миссия. Понятно, что в итоге все решают какие-то конкретные обстоятельства. Но тем не менее, вот создание такое предпринимательского движения в сторону создания рынка тюркских товаров и услуг, оно есть и оно пользуется большой поддержкой. Еще раз повторю, что мне кажется, что главная проблема – это как раз она политическая. И то, что государство, скажем так, не государство, а правительство наших стран, они несколько так монополизировали на себе все усилия по созданию тюркского рынка. И не очень хорошо с этим справляется, в том числе и потому, что у них не хватает для этого политической воли. Ну, в силу массы объективных, в том числе, фактов. Ну, а что такое, вот если просто сказать для обычного человека, вот чего хочет вот так называемый тюркский мир? А вот вместо Москвы поставить на Стамбул? Нет, конечно. Это очень упрощенные версии. Я часто читаю такие комментарии, что вы что хотите там, чтобы вместо Путина нам с нами теперь управлял Эрдоган. Вы знаете, на самом деле нами ни Путин не должен управлять, ни Эрдоган не должен управлять. И нами должна управлять то, что управляет Евросоюзом. Да, допустим. Это какое-то паритетное сотрудничество, взаимовыгодное и так далее. И знаете, сама привлекательность тюркского проекта в том и заключается, что она не предполагает доминирование какое-то. Почему я сказала, что мне не хотелось бы называть это пантюркизмом? Потому что все считают, что пантюркизм – это вот с Турцией во главе некий какой-то геополитический союз. Я думаю, что там, безусловно, у Турции есть большие амбиции стать ключевым, скажем так, игроком, как Германия в ЕС в этом объединении. Ну, вы знаете, что так и Ардаган, так и Путин сегодня делают это главные препятствия на пути их же амбиций. Они сами тормозят их за счет того, что слишком настойчивы в этом. Я бы даже сказала, чрезмерно настойчивы. А чрезмерная настойчивость, она всегда отпугивает. Как Путин сейчас при всем желании воссоздать в каком-то виде СССР, там, в него империю, делает это несколько, мягко говоря, несколько настойчиво. Точно так же и Ардаган сегодня отпугивает потенциальных акторов от Туркского союза во главе с собой. И вы знаете, если бы Казахстан был более амбициозный и более смелый, я думаю, что как раз Казахстан мог бы играть, ну, такую, скажем, роль буфера, да, между вот этими двумя концепциями, потому что на самом деле между ними нет принципиальных противоречий, нет большого конфликта. К сожалению, нам не хватает масштабно мыслящих людей с большим моральным авторитетом, научным авторитетом, которые могли бы эти две концепции между собой, ну, если не поженить, то, по крайней мере, скажем так, перестать, чтобы они не ссорились друг с другом. Потому что куда деваться России, в ближайшей перспективе на Запад ей как-то путь-то закрыт, она же умудрилась со всеми там перессориться. Поэтому у Турции ситуация немножко получше, конечно, но там тоже очень много неопределенностей. Поэтому я, конечно, идеальную ситуацию, может быть, идеалистка в этом смысле, но я думаю, что если бы мы мыслили более нестандартно и более креативно, то мы позволили бы сохранить лицо той же России и в то же время интегрировали бы вот этот Турский союз, потому что однозначно нам нужна какой-то цивилизационный концепт, на базе которого мы могли бы объединиться. И в этом смысле на том же евразийском пространстве проживает очень много тюрк. Это континентальный проект. И с учетом того, что у Европы тоже масса проблем, начиная с кризиса либеральных ценностей, кризиса интеграции и так далее, в Европе тоже сейчас не до нас. Я уж не говорю про США. Я думаю, что мы могли бы себе позволить более амбициозно. Но для этого нужны двигатели, нужны люди, которые этим будут поглощены. К сожалению, пока таких фигур очень мало. По крайней мере, достаточно известных, достаточно влиятельных. Почему мы все время повторяем чужие зады, чужих ходов? Почему мы сейчас разбираемся с тем, что пытается, как нам кажется, интегрировать к нам Россия? Почему мы оглядываемся на то, как себя ведет в большой игре Турция? Где, собственно говоря, игра самого Казахстана? Или он действительно, как вы говорите, не хватает смелости, и он к собственной, к самостоятельной игре сейчас просто не готов? Ну, собственно говоря, вы ответили на свой вопрос. Увы, у нас, знаете, все же сначала происходит в головах, а потом оно происходит в пространстве. Дело в том, что не только в Казахстане, но и большинством республик СНГ управляют старые элиты. Эти старые элиты по объективным причинам они выросли с ощущением собственной вторичности, без ощущения своей субъектности. Они привыкли быть объектами чьих-то там действий. И я боюсь, что нам просто надо ждать, надо просто подождать, когда подойдет другое поколение политиков, другое поколение элит с более независимым мышлением, более масштабно мыслящих. Ну и, откровенно говоря, вот 30-летие мы в этом году все празднуем образование в СНГ, и каждая страна в отдельности празднует. Поэтому я думаю, что просто по объективным причинам я думаю, что будут большие изменения, потому что каждые 25-30 лет мы все знаем, что в жизни каждого государства и даже империи происходит какой-то кризис, который опять же... Что такое кризис? Кризис – это смена парадигмы. Поэтому эта смена парадигмы она будет происходить. И тут вам все черные лебеди в помощь. И там вам и пандемия, там вам и Афганистан, там вам и газовый кризис в Европе. И, в общем, все складывается. Аннушка разлила масло, и другой вопрос, чем это все кончится. Но как-нибудь, я думаю, что из этого перелома мы тоже выйдем. В конце концов, человечество и не такие катаклизмы переживало. Ну, а если кто-то перестанет существовать как государство, так и по делам его, значит, не заслужили. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok